Привет, друзья! Вы на канале IT-муравейник. Здесь мы разбираемся с тем, как программировать на CommonLisp. И сегодня я хочу рассказать про такую библиотеку как CLAC. Когда речь заходит о создании веб-сервиса на CommonLisp, обычно есть две альтернативы. Либо использовать веб-сервер hanchintut, либо использовать CLAC. Давайте разбираться, что же такое этот самый CLAC. На самом деле сравнивать hanchintut и CLAC некорректно, потому что CLAC это не веб-сервер. CLAC это надстройка над веб-сервером, а точнее говоря, над разными веб-серверами. CLAC может использовать внутри как hanchintut, так и некоторые другие веб-серверы, написанные на CommonLisp. Например, VU. VU это альтернативный веб-сервер, который использует библиотеку lib.iv для того, чтобы обрабатывать веб-запросы асинхронно. Об этом мы сейчас не будем говорить. Главное, чтобы вы поняли. CLAC это прослойка, реализующая определенную абстракцию. Она отделяет код вашего приложения от непосредственно кода, который работает и настраивает веб-сервер. Тем, кто программирует на Python, возможно знакома вот такая аббревиатура VSGI. По сути это стандарт де-факто для определения веб-сервисов на Python. VSGI это такая же прослойка над реальным веб-сервером, как и CLAC, но для Python. Давайте взглянем на то, как выглядит простейшее приложение на Python, а после этого перейдем к CommonLisp. Вот здесь у меня простейшее веб-приложение на Python, которое использует стандарт VSGI. По сути тут определена просто функция, которая принимает некоторое окружение и еще одну функцию, с помощью которой можно возвращать ответ веб-сервиса. Вот. В окружении есть некоторые переменные, которые говорят о том, с каким типом запроса пришел пользователь, какой URL он запрашивает, ну также заголовки и многое другое. Вот. То есть вся бизнес-слойка приложения описывается в такой функции. А дальше, в зависимости от того, какой веб-сервер вы выбрали, вы можете отдать эту функцию этому серверу и он будет обслуживать запросы. При этом тип сервера, HTTP сервера можно менять, а функция остается все той же, потому что стандарт VSGI, он диктует то, каким образом должен быть описан environment, который поступает в эту функцию. За счет того, что это простая функция, VSGI позволяет накручивать на нее дополнительные обертки, которые называются middleware. Теперь давайте взглянем на то, как выглядит простейшее приложение для CLAC, написанное на Common Lisp. Вот это приложение. Как видно, оно тоже состоит из простой функции, которая на вход принимает окружение. И даже переменные в этом окружении названы очень похоже на то, что мы видели в VSGI. А именно, есть метод HTTP, метод, с которым пришел пользователь, есть URL. Ну а дальше функция должна вернуть в ответ код ответа, заголовки и, собственно, саму страничку. Здесь для простоты я возвращаю просто такой минимальный HTML. Но реальное приложение, конечно же, должно использовать генератор HTML типа clhu или spinneret, либо какой-то другой шаблонизатор. Дальше, имея такую функцию, мы можем использовать библиотеку CLAC для того, чтобы запустить наш сервер. Вот это выражение, оно говорит CLAC, какую функцию надо запустить и на каком порту должен работать наш веб-сервис. Дополнительно сюда можно передавать разные параметры. Например, можно указать, что мы хотим использовать в качестве сервера не ханчинтут, который по дефолту используется, а ву. Или какой-нибудь другой веб-сервис, который написан на CommonList. Введу команду старт. Теперь мы видим, что CLAC запустил некий обработчик, который использует веб-сервер ханчинтут. Этот обработчик работает в фоне, разблокировав нам репл. Теперь откроем браузер и посмотрим, как этот веб-сервис отвечает на запрос. Вот я для вас сделал покрупнее. У меня открыт сервис по адресу localhost 2000. Здесь мы видим тот ответ, который отдала наша небольшая функция. То есть поменяв здесь ответ, например, на роут с большими буквами, нажав Ctrl-C, Ctrl-C, я тем самым изменю ответ веб-сервиса. Порефрешим и видим, что текст здесь поменялся. Так можно вживую редактировать наш веб-сервис. Теперь давайте посмотрим, что же такое middlewares. Как я уже говорил, мы вызываем для старта веб-сервиса функцию clockUp. Первым параметром она принимает функцию, которая умеет возвращать ответ на запрос. Такая функция принимает один параметр окружения и должна вернуть список с ответом. При этом clockUp все равно, как устроена функция, которую он получил. На самом деле она может быть внутри какой угодно сложности. И вот middlewares это способ добавлять определенный функционал к уже существующему приложению. Например, если мы захотим сделать так, чтобы все HTTP запросы к нашему mainapp логировались, то мы можем использовать для этого уже готовую middleware, которая обеспечивает логирование. Давайте ее добавим. Для того, чтобы это сделать, нам нужно использовать специальную функцию, точнее макрос, которая называется build. Вот так будет выглядеть наше приложение с подключенной middleware. Мы здесь подключаем middleware, который называется accessLog. А используем для ее подключения специальный макрос lagBuilder. lagBuilder делает определенную магию. Например, здесь мы указываем название middleware. На самом деле, clockUp функция ожидает на вход некую функцию, которая будет обслуживать запросы. Поэтому clockBuilder определенным образом комбинирует исходную функцию, представляющую собой основную бизнес-логику приложения и middleware. Давайте посмотрим, во что раскрывается этот макрос. раскрывается он вот в такой код. Вначале он отделяет последний элемент полученного списка. Это наше главное приложение. А дальше он добавляет к нему middleware, которая ищет с помощью функции findMiddleware. И если мы посмотрим, что она делает, то эта функция делает некоторую магию. Она ищет middleware по имени, пытаясь найти соответствующий пакет. То есть в случае middleware.access.log lag будет искать пакет, который называется lagMiddleware.accessLog Давайте попробуем проделать это вручную. Я напишу findPackage.accessLog Вот у нас нашелся этот пакет. И в этом пакете lag ищет специальную переменную, которая также должна называться определенным образом. Название переменной должно начинаться с lagMiddleware. И в этой переменной должна лежать функция. Функция, которая принимает в себя приложение и может принимать разные настройки. Вот этот builder, он когда комбинирует основное приложение с middleware, он находит вот эту функцию. А дальше он передает в эту функцию в качестве приложения то основное приложение, которое мы указали builder. То есть при, еще даже до запуска HTTP сервера происходит следующее. В middleware.accessLog передается функция mainApp. И эта middleware возвращает новую функцию, которая в соответствии с протоколом CLAC принимает environment и должна вернуть результат. В данном случае эта функция обертка выполняет логирование. Вот здесь она зовет логер. После того, как вызвало основное приложение. Давайте перезапустим веб-сервис и посмотрим, что изменится, когда применена middleware.accessLog. То есть по сути у нас в результате вот этого билдера получится как бы такая матрешка из функции middleware и вложенной в нее функции, которая реализует основную бизнес логику. На этот раз я запущу приложение на порту 5001. Вот видно, что приложение тоже стартануло. Переключусь в браузер, чтобы было видно, как происходит логирование. Немножечко вот так отодвину экран. Теперь переключаемся на наше новое приложение. И видим, что прямо в REPL логируется каждый запрос, с которым браузер пришел в наш веб-сервис. Теперь давайте покажу, каким образом можно передавать в middleware параметры. Как я уже говорил, middleware это такая функция, которая принимает в себя основное приложение и может принимать опциональные параметры. Если мы посмотрим на middleware, которая занимается логированием, то в качестве опциональных параметров она принимает логер и форматор. Но вы можете спросить, как же нам передать эти параметры, если в макрос builder мы передаем только имя middleware. А дело в том, что этот макрос достаточно умный и он умеет понимать еще вот такой формат, когда middleware передается в виде списка. В котором первый элемент это имя middleware, а второй элемент, ну или последующий, это параметры. В данном случае нам нужны keyword параметры. Допустим, мы хотим вместо такой вот простой функции, которая использует формат для вывода логов, использовать логирование с помощью библиотеки log4cl. Давайте для начала ее загрузим. Загружаем log4cl и мы будем использовать функцию log-info и дальше что-то. Видите, вот в таком формате log4cl выводит нам логи. Теперь я хочу, чтобы access.log использовал log4cl. И для этого мне нужно передать в него параметр logger. В качестве логера я укажу функцию, которая использует log4cl. Возьмем output и с помощью log-info его выведем. Я применю эти изменения, но чтобы они вступили в силу, так как это изменение касается конфигурации приложения, мне нужно веб-сервер перезапустить. К счастью, функция start у меня делает это автоматически. Она сначала делает clock-stop, а потом снова делает clock-up. так что я могу пойти в репл, сказать здесь start порт и приложение перезапустится. Теперь открываем браузер. надо убедиться, что на этот раз приложение будет логировать запросы с помощью log4cl. Вот по этому формату видно, что был использован log4cl. формат абсолютно идентичен тому, что использовался, когда я log4cl вызывал вручную. Ну и, например, мы можем настроить теперь уровень логирования, сказать, что log config, допустим, error. И теперь запросы от веб-сервера будут игнорироваться, потому что уровень логирования я установил выше, чем info. Итак, мы посмотрели, как можно навернуть middleware на ваше приложение. Middleware может быть сколько угодно. А найти, какие из middleware доступны в CLAC, проще всего, посмотрев на исходники. Потому что документации по middleware у CLAC нет. Например, мы можем открыть наш middleware access log, перейти в исходники, и здесь будут видны все middleware, которые доступны. Что-то связано с аутентификацией, вывод бэктрейсов, обработка CSRF токенов. Middleware для монтирования тоже очень полезная штука. Для раздачи статики. Что-то связанное с сессиями и базами данных. Кроме того, можно определять middleware в сторонних библиотеках. И такие библиотеки проще всего поискать на GitHub или через QuickDocs. Внизу в описании я обязательно оставлю несколько ссылочек на сторонние middleware, которые показались мне интересными. А сейчас давайте посмотрим еще на одну middleware, на такую middleware, как mount. Она позволяет подключать несколько приложений и делать так, чтобы некоторые приложения отзывались в зависимости от того, какой префикс имеет URL. Например, допустим, мы хотим в наше приложение добавить админку. Для этого мы можем использовать middleware mount и передать в нее пару параметров. Первый параметр – это префикс URL, по которому должно отвечать другое приложение. А второй параметр – это само приложение. Тут подход такой же, как и с обычными приложениями для CluckUp. Здесь мы указываем функцию, которая принимает в себя env и отдает ответ. Вот эта функция. Тут простейший код. Просто для того, чтобы продемонстрировать, что по разным урлам у нас будут отвечать разные приложения. Давайте скомпилируем этот код и посмотрим, как он заработает. На этот раз запустим на порту 5002. Вот у нас стартанул еще один веб-сервер. Открываем в браузер. И вот у нас приложение показывает главную страницу. Говорит о том, что главное приложение поддерживает разные роуты. Например, fullbar. На любые из этих роутов будет вызываться главное приложение. А вот префикс admin особенный. Потому что его обслуживает уже второе приложение, которое мы только что добавили с помощью middleware mount. И любые url, которые начинаются со slash admin slash, обслуживаются этим подключенным приложением. Причем, заметьте, вот здесь если я напишу какой-то url, то внутри админскому приложению этот url в окружении будет виден как просто black minor без префикса. Здесь я ввожу с префиксом. Но middleware mount она префикс отрезает. Если мы взглянем еще раз на приложение, то здесь мы для mount указали префикс, который будет отрезан, прежде чем запрос попадет в подключенное приложение. Это очень удобно, потому что приложению не обязательно знать на каком префиксе оно будет работать. И весь свой внутренний роутинг приложение может строить основываясь на том, что все url начинаются с корня. А дальше уж куда мы такое приложение подключим, ему совершенно все равно. Теперь давайте еще немного усложним наш веб-сервер и добавим в него раздачу статики. Статика – это важная часть каждого сервиса. Это и CSS, и JS файлы, картинки. Поэтому раздавать статику очень полезно. Конечно, для какого-нибудь реального продакшена вы скорее всего будете раздавать статику с помощью Nginx или какой-нибудь другой прокси. Но для простых приложений, которым не нужна сложная инфраструктура, бывает полезно уметь отдавать статику прямо из того веб-сервиса, который реализует основную бизнес-логику. Поэтому давайте воспользуемся еще одной middleware, которая так и называется static, и подключим раздачу статики в наше приложение. С этой middlewareю код будет выглядеть примерно так. Теперь мы билдеру передаем дополнительную middleware, которая называется static и принимает несколько keyword параметров. она примерно так же, как mount, принимает путь, по которому должна отдаваться статика. Это именно часть url, префикс. Только в отличие от middleware и mount, тут обязательно должен быть обратный слэш на конце. Это немножко неконсистентно. Если так не сделать, то middleware будет работать неправильно и не будет отдавать файлы так, как вы ожидаете. Поверьте, backslash нужен. Точно так же, как он нужен на конце пути к файлам на файловой системе. Вот этот аргумент root – это путь до статических файлов, которые вы хотите отдавать. Давайте покажу, что у меня лежит в директории static. В директории static у меня сейчас есть только один файлик readme.md с таким вот незамысловатым содержимым. Итак, что мы получили? Мы получили приложение, которое состоит из главной части, админки и все урлы, которые начинаются со static, отдают файлы из директории static в корне проекта. А также на все это накручен access.log, который выводит лог в нашу консоль. Давайте запустим эту штуку. Пишем start port 5003. Вот наш сервис стартанул. Идем в браузер и смотрим, что получилось. Как видно, логи работают. Теперь у нас есть несколько роутов. Админка все так же работает за url admin. Роуты, не привязанные никаким middlewire, показывают главное приложение. И есть роут static slash readme, который отдает содержимое файла readme.md. При этом, если мы откроем, просто попытаемся открыть список файлов со static, то middlewire static отдаст такую страничку, что файл не найден, потому что листинг директории это middlewire отдавать не умеет. То есть нужно только полный путь до файла указать, тогда она его вернет. Это не всегда удобно, потому что иногда хочется захостить просто какую-то директорию с файлами и дать пользователю возможность по этим директориям, поддиректориям и файлам походить в браузере, как это делают в файловых менеджерах. Для того, чтобы решить такую проблему, мы используем middlewire mount и приложение, которое умеет отдавать статику и делать листинг директорий. Такое приложение входит в состав lag. Кстати, забыл сказать, CLAC и LAC это две стороны одной и той же монеты. CLAC дает нам абстракцию над веб-серверами, а LAC содержит все те middlewire, которые я показываю, и вот этот макрос LAC Builder, который позволяет их комбинировать. То есть на самом деле можно пользоваться CLAC и без LAC, но просто это будет неудобно и вы потеряете некоторые батарейки, которые могли бы использовать вместо того, чтобы изобретать велосипед. Вот следующая версия нашего приложения. Здесь появился вот такой блок. Я хочу, чтобы все роуты, которые начинаются со слэш блок слэш, обслуживало приложение lag app directory. Для этого я сюда в middlewire передаю инстанс этого приложения. На самом деле в таком виде можно и основное приложение создать. Суть в том, что для вот этого инстанса будет вызываться специальная generic функция, которая по сути и вызывает функцию обработчик веб-сервиса. Но сейчас это не так важно. Главное, что мы вызываем mount все так же. Эта middlewire при запросе пользователя по url.blog.slash что-нибудь передает управление вот этому приложению. А приложение конфигурируется очень похоже на middlewire static. Ему тоже надо указать путь, по которому лежат файлы, которые надо раздавать. А за роутинг в данном случае отвечает middlewire mount. Она берет этот префикс, потом отрезает его из урла и дальше придает путь в приложение lag app directory, которое уже вот внутри вот этой директории ищет запрошенный файл. Запущу наше приложение на порту 5004. Вот оно стартануло. Идем в браузер. Здесь открывается опять главное приложение. Мы видим, что есть роут-блог. По этому роуту мы должны видеть всю статику, включая поддиректории. Да, кстати, забыл сказать, вот это приложение, которое мы подключили с помощью маунта в путь блок, приложение lag app directory, умеет понимать, что в директории есть файл index.html. И вот здесь я открыл роут-блог, и приложение автоматически показывает нам index.html. Однако в папке блок у меня есть еще картинки под директорией с картинками, и там index.html нет. В этом случае приложение, которое раздает статику, нам заботливо отрендерит вот такую вот страничку со списком файлов внутри этой директории. Можно пойти на родительскую, но это так мы попадем на основную страницу блога, а можно тыкнуть, например, в картиночку, и тогда веб-сервис отдаст именно этот файл. Если бы тут были поддиректории какие-то, можно было бы переходить и в них. Вот такой получился сайт с админкой, статическим блогом, просто статикой, например, для картинок, CSS и JavaScript, ну и основным приложением, которое содержит какую-то бизнес-логику. Теперь, когда мы взглянули на то, каким образом можно комбинировать middleware, я хочу показать еще одну фишку. Заключается она в том, что вот такие middleware mount ожидают в качестве второго параметра полноценное клак-приложение. А это что значит? Это значит, что само вот это приложение мы можем собрать с помощью еще одного вызова макроса ClackBuilder. То есть вот это приложение, которое мы вот сюда передаем в mount, само может использовать какие-то middleware. Допустим, мы можем захотеть сделать так, чтобы вот этот access-log применялся только к приложению админки. Ну, например, потому что нам админка критически важна, там мы хотим видеть логи. Вот, а для остальных приложений мы не хотим забивать логами наш сервис. В таком случае мы можем взять и сказать, что здесь нужно использовать лог Builder, добавить middleware access log поверх приложения админки. И вот теперь, если я это приложение скомпилирую и перезапущу, логи будут записываться в консоль только когда мы открываем урлы, начинающиеся с админ. Сейчас продемонстрирую. Например, открываем foobar, никакого логирования не происходит, но только пользователь заходит в админку, как все его действия по этим урлам начинают логироваться. И все это благодаря тому, что лог позволяет собирать такие матрешки из middleware и приложений. Мы подмонтировали access log только поверх приложения админки. Когда это может быть полезно? Когда, например, у нас есть несколько реальных приложений, которые мы хотим скомбинировать в одном веб-сервере. Кстати, я нашел такое приложение, сейчас покажу. Теперь давайте посмотрим, как можно использовать это знание для того, чтобы подключить к нашему приложению еще одно вполне себе реальное приложение, а не просто какую-то заглушку. В отличие от разных Hello World, Real World Example предназначен для того, чтобы можно было посмотреть, каким образом используются те или иные фреймворки для создания бэкэнда и фронтэнда, для приложения, напоминающего собой мастодон или какую-то социальную платформу. То есть такой пример, созданный в рамках этого проекта, он содержит в себе одновременно функции работы с базой данных, функции, которые реализуют REST API, а если мы говорим о фронтендной части, то все фронтенды, написанные в рамках этого проекта, они используют REST API специальным образом, стандартизированный, и таким образом можно любой бэкэнд с любым фронтендом в рамках Real World Project скомбинировать. Например, можно взять бэкэнд, который написан на Common Lisp, и к нему сверху приоттачить, так сказать, прикрепить, попробовать объединить его с проектом фронта, написанного на React или Angular, или еще на чем-то. Вот я нашел реализацию бэкэнда на Common Lisp для Real World Project, ссылку внизу в описании найдете, и взял для простоты фронтенд, который написан на чистом JavaScript. Я объединил все эти две части в одно приложение с помощью лагбилдера. Вот так выглядит это приложение, реализующее социальную сеть. Я использовал лагбилдер для того, чтобы объединить сервер статики, который отдает фронтенд по всем урлам, начинающимся со слэш, что-нибудь, и подключил в него с помощью middleware mount приложение, которое реализует REST API. Это приложение использует, кстати, интересную библиотеку Tiny Routes. Про нее, возможно, я когда-нибудь сделаю отдельный выпуск. Если вам хочется посмотреть и разобраться, как Tiny Routes работает, пишите внизу в комменты, требуйте новый выпуск именно про эту библиотеку для роутинга. Она позволяет описывать роутинг для приложений, использующих CLAC. И вот у нас получился такой сэндвич из бэкэнда и фронтэнда. Сохранен он в переменной. И далее с помощью еще одного маунта мы можем это полноценное приложение вонзить в наш Hello World. А дальше эта статика будет обращаться по урлу RealWorld API. И такие запросы будут попадать в бэкэнд, написанный на Common Lisp, который реализуется вот этим приложением. Давайте же запустим это поскорее. Стартану этот мега-сервер на порту 5050. Вот нам приложение написало, что оно пронициализировало базу данных. И теперь мы можем перейти в браузер и посмотреть, заработало оно или нет. Так, это немного не тот сервер. Ой, опять не тот. Вот наш сервис. Появился роут RealWorld, помимо всех прочих, которые мы уже посмотрели. Если мы открываем RealWorld, то видим, что загружается такой вот сайт. Если заглянуть внутрь, то среди запросов должны быть видны запросы к API. Отфильтруем запросы к API. И вот видно, что приложение идет на localhost, запрашивает теги и статьи. Давайте посмотрим, как это заработает. Нужно, наверное, засайнапиться. Регистрируемся. Вот я залогинился. Постов пока все еще нет. Давайте напишем пост. Добавим какой-то контент. Теги. Опубликуем статью. Вот она, статья опубликовалась. И все это за урлом RealWorld. Слэш. Дальше идет путь к статическому файлу. Но здесь могло бы быть какой-нибудь другой фронтенд, написанный, например, на React, Angular или каком-нибудь Vue.js. И он все так же мог бы обращаться к бэкэнду, написанному на Common Lisp. И все это описано вот такой простой конфигурацией, которая объединяет несколько middleware, монтирует приложение по разным юрлам. И все это удивительно хорошо работает. Если бы мы делали такое приложение на обычном сервере HunchinTut, то нам пришлось бы описать все эти роуты, подключить туда приложение. А такое описание, оно хорошо тем, что оно абстрагировано от конкретного веб-сервера. Мы можем использовать... Вот сейчас мы используем HunchinTut. Если посмотреть на заголовки ответа, то мы в заголовках увидим, что это нам отдал ответ сервер HunchinTut. Теперь, используя тот же самый CLAC, мы можем немножечко его модифицировать и сказать, что хотим использовать в качестве сервера Vue, асинхронный сервер, который вроде как должен быть быстрее, чем HunchinTut, который обслуживает запросы в ThreadPool. Вот мы поменяли сервер на Vue. Запустим его на соседнем порту. Теперь, если посмотреть снова на заголовки, то здесь уже не будет названия веб-сервера, который отдает нам контент, что говорит о том, что мы переключились с HunchinTut на Vue. Итак, сегодня мы посмотрели на то, каким образом можно конфигурировать веб-сервер, написанный на Common Lisp, с помощью библиотеки CLAC и хелпера CLAC Builder. Мы посмотрели на то, как сделать простейшее приложение, как подключать по разным роутам дополнительные приложения, как собирать матрешку из middleware этих приложений. Надеюсь, этот ролик был вам полезен, и теперь вы сможете использовать LAC для того, чтобы собирать действительно интересные веб-приложения на Common Lisp. Если ролик понравился, ставьте палец вверх, жмите колокольчик, зовите друзей, учите их использовать Common Lisp для создания приложений. А на этом у меня все. С вами был Александр Артеменко и канал IT-муравейник. Всем лиспа в ваши сердца. Пока!